Последний урок. Семиклассница Вероника Овсянова сломала поясницу, выполняя упражнения на уроке физкультуры. Родители школьницы до сих пор не могут добиться справедливости. Состояние девочки с каждым днем ухудшается, а виновник ходит на свободе. Спустя год близкие просят, чтобы физрук ответил за то, что их ребенок стал инвалидом. В школьных проблемах разбиралась Мирамгуль Слакимбаева. 13-летняя Вероника с малых лет мечтала стать танцовщицей. Посещала хореографические кружки, а по физкультуре у девочки были хорошие показатели. Слово было примером для подражания. Однако мечты таки остались мечтами. Хоть и прошел год, Вероника Овсянова помнит тот день, как сейчас. В феврале прошлого года преподаватель физкультуры заставила девочек сделать отжимания. Со слов Вероники, она несколько раз говорила о болях в пояснице, однако та ее не послушала. Мы проиграли мальчикам в баскетболе. Она нас наказала. Мы легли на лавочку и начали качать пресс. Я как бы была самой спортивной из класса. И, не знаю, мне в этот день, когда я качала пресс, спина заболела. Я говорю, мне больно. Она говорит, ты слабачка, ты была же такая спортивная, а сейчас вообще они же принятутся. Она как-то, когда я лежала в больнице, приходила ко мне и говорила, у меня тебе не прокурор, чтобы задавать вопросы, но мы еще встретимся. Как рассказывает мать школьницы Наталья Овсянова, они даже пытались пойти на примирение с учителем. А физрук, вместо того, чтобы помочь несчастной семье, несколько раз угрожала девочке. Поначалу мы с учительницей разговаривали, хотели на примирение, все нормально, чтобы по-человечески. Но мы тоже люди понимаем, у всех может такое случиться. Ну, как бы она тянула-тянула. Нам вот гипс поставили. Пять месяцев у меня полностью все тело было в гипсу. Ходили, она как бы говорит, давайте снимем гипс, посмотрим, что там будет, как там будет, тогда я, может, вам помогу. Однако педагоги данной гимназии утверждают совсем другое. Упражнение, которое сказала выполнить физрук, ученики делают на каждом занятии. Трагедию они объясняют тем, что, возможно, перелом поясницы у девочки случился от сильной нагрузки. Ведь Вероника посещала и другие кружки. Вероника всегда делала именно это упражнение больше всех и быстрее всех. Да, она сказала. Это контрольное упражнение из программы по физкультуре. И наоборот, я поставила в пример Веронику в тот момент, когда делали все упражнения другой девочки. И жалоб в этот момент, когда она выполняла упражнения, вообще нет. Директор учебного заведения в свою очередь не отказывается помочь. Наоборот, с ее слов оказать семье любую помощь только в радость. В том, что случилось, она никого не винит. Любое горе наших родителей, связанное с детьми, это и наше горе. И я так думаю, что весь наш коллектив педагогический и, может быть, даже и родительский коллектив вместе с учениками, мы будем точно так же на этот фонд собирать деньги на этот счет. На сегодняшний день 13-летняя Вероника передвигается с помощью костылей. Поясница начинает ее тревожить в ночное время. По словам Натальи Овсяновой, операцию нужно сделать в самое кратчайшее время. Хирургическое вмешательство, которое будет проходить в Новосибирске, стоит 5 миллионов тенге. А общий доход семьи – всего 50 тысяч тенге. Мирамгус Алкимбаева, Тулиген Рашид Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Семья Овсяновых просит всех неравнодушных карагандинцев перечислить денежные средства на счет, который вы видите у себя на экранах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова